Вот железнодорожные коммуникации, которые могут пройти через Армению, были бы реализованы в том ключе, чтобы Армения превратилась в определенные породы таможенного союза, региона Ближнего Востока и Персидского залива и Южной Азии. С этой точки зрения очень важным считаю заявление Армении о желании вступить в Шанхасскую организацию сотрудничества, потому что наши выплатки и исследования тоже показывают, что китайская сторона может быть одной из основных заинтересованных сторон во строительстве железной дороги Иран-Армении и выхода по этой железной дороге на Россию и на Черноморское побережье. С этой точки зрения тоже очень важно работать в направлении открытия Абхазского участка железной дороги, что откроет не только перспективы для Армении, но и создать реальную альтернацию для региональной интеграции на Южном Кавказе, потому что то, что до сегодняшнего дня реализовывалось в регионе, это были односторонние проекты, которые создавали транспортные энергетические коридоры в формате Восток-Запад, но не как Север-Юг. То есть с этой точки зрения вступление Армении в таможенный союз, это какая-то первая основа, первый кирпич во формировании новых транспортных и энергетических коридоров. Но все эти направления, они нуждаются в доскональном и добротном изучении. Надо приложить усилия тоже для того, чтобы понять, какие объемы грузоперевозок могут быть, какие маршруты могут быть заменены новыми маршрутами, которые будут проходить по территории Южного Кавказа. То есть то, что я хочу сказать, это то, что вступление Армении в таможенный союз, это качественный шаг, но это шаг не первый, и в дальнейшем должны быть новые шаги, потому что это процесс интеграции, это живой процесс, это долгосрочный процесс, и всем надо очень долго и упорно работать в том направлении, чтобы это вступление оказало бы долгосрочный эффект на экономике Армении и на экономике стран, и на экономиках стран таможенного союза. Спасибо.